Нормальности на общих основаниях. Хочется верить, что очередь к пограничнику была меньше, чем обычно. Встреча же поэту сторону таможни традиции не нарушила. Святый переводчик лимузин, Ленкольн, разумеется. Добро пожаловать в Россию, здесь вас считают народной певицей. А кем еще мог стать зарубежный исполнитель, посетивший СССР разгары перестройки? В 88-м Тайлер семь раз собирал аншлаг в спорткомплексе Олимпийский. Но за 10 лет много что изменилось, и о стадионе в этот раз не вспоминали. Тайлер будет петь в Кремлевском дворце, в самом престижном зале с самой сомнительной акустикой, и в ночном клубе для гурманов. Я в Москву прилетела прямо с океанского каруиза. Вот поглядите, какой у меня загар. Англичанка Бонни Тайлер на самом деле гейнер Хопкинс. Лет ей примерно столько же, сколько Али Пугачевой. Кумиром Тайлер всю жизнь была Дженнис Джоплин, а вышла Тайлер из кассирж. Ранними 70-ми она служила в супермаркете, а по выходным пела в клубах и на танцплощадках. Над ее впоследствии знаменитым хриплым голосом тогда много смеялись. Если поклонники называли Тайлер обольстительной сиреной, то критики сиреной пожарной. Но с годами голос креп, можно сказать, мужал, и в конце концов Тайлер признали Джо Кокером в юбке. Я никогда не выходила из моды. Знаете почему? Потому что я никогда за модой не гналась. Когда не гонишься, она всегда при тебе. Первый успех пришел в 76-м, после выхода сингла Lost in France. После этого Тайлер жила то в Англии, то в США, заработала немалую славу и записала немалое количество золотых дисков. В Москву она приехала с мужем, но мужу публики не предъявляют. Оба моих концерта здесь одинаковые, там будет много стареньких хитов. Вот так примерно. Единственный кремлевский концерт Бонни Тайлер пройдет завтра. Удастся ли собрать полный зал, организаторы пока не говорят, но скорее всего удастся. Алексей Пивоваров, Константин Арцулов, Вячеслав Уткин, НТВ, Москва.